У Винокурова Жени замечательные сестровки. Хочет женщина быть красивой, с гордо поднятой головой, хохотуней, неплаксивой, быть любимой, невдовой, чтобы к персту шло ожерелье, чтобы нравиться без труда. Только в жизни так, к сожалению, получается не всегда. Вот про это кино. Когда я готовился снимать фильм «Интердевочка», я очень долго искал актрису на главную роль. Ну, у нас были превратные представления о путанах. Вообще, когда мне принесли сценарий, который назывался «Проститутка», я был крайне удивлен. Ну, тем не менее, согласился. Мне надоело снимать лирические картинки про доброту, про любовь, все такое. Это более жесткая была история. Это была история о том, как молодая женщина хотела себя реализовать и не смогла в Советском Союзе это сделать. Ну так, что у нас с Зайцевой? Хочет женщина быть красивой, с гордо поднятой головой. Ну, Зайцева у нас теперь замуж выходит, так что у нее все в порядке. Да, я выхожу замуж. Как вы мне надоели. Как я от вас устала. Я думал, был как-то ознакомиться с этими женщинами, потому что я ничего о них не знал, никогда их не видел. Вот. Я вспомнил случай, впервые я увидел Путану, значит, приехал очень крупный французский продюсер и пригласил нас в «Националь». Меня, Абдрашитова, Глеба Панфилова, Инну Чурику, просто на маленький банкетик. И когда закончился банкет, мы вышли, это было уже час ночи, и моя жена повезла французов, они жили в гостинице «Россия». Я остался их ждать. Вдруг я вижу, значит, какие-то странные женщины, очень в коротеньких юбочках, очень все так напряжено, все было затянуто до предела. И все такое. Меня потрясло. Рядом со мной оказалась такая женщина, простая, видимо, после ночной смены. Она у нее в руке, в руке она держала авоську, там лежал вело капусты и бутылка кефира. И она тоже с удивлением рассматривала. А там шел такой базарчик, значит, темный, темнокожий, ходили, торговались, вот такая группа вокруг «Национали». И эта женщина, которая рядом со мной стояла, она так долго смотрела, когда вдруг появилась совсем уже такая секс-бомба, знаете, вот большие груди, все тут, все такое колыхалось. Она сама себе сказала, ну вот енту сразу возьмете. Таким образом, я немножко познакомился с этим. Но когда я попросил своих ассистентов мне, значит, привезти актрису на эту роль, то мой ассистент вдруг сказал, я хочу вам привезти малоизвестную актрису, она начинающая только. Но я считаю, что она очень даровитая, очень талантливая. И на следующий день я зажигал себе в комнату селитовая, худенькая. Знаете, я так ноги сплела в три раза, вот так вот. Ну, здесь какая-то дурацкая шапочка, такая буратино, значит. Я думаю, что это за проститутка такая вот. Но когда я начал с ней репетировать, я понял, что это золотая жила, что это замечательная актриса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда ехать? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поселок Веселый, Дыбенко, 28. Квартира? Обойдешься. Червончик? Нет вопросов. Поехали. Я про...